Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Зрители закончили голосование. Очередной служанкой на острове стала Юлия Теплова. На ток-шоу стало известно, что всё это время Ваня Барзиков переписывался с Майей Донцовой. На поляне ходят разговоры о том, что отношения с Ирой у Вани только ради миллиона. Как только он получит приз, сразу же вернётся на поляну к Майе. Саша Задойнов и Марина Мексика в очередной раз сильно поругались. Марина оскорбила Сашу, и ему пришлось закрыть её в туалете. Когда ребята остыли, то пошли на мировую. Они решили написать друг другу список требований. У Мексики в этом списке набралось целых 33 пункта. Всё это мы сможем увидеть через неделю в эфирах. На поляну пришёл новый участник, Денис, ему 22 года. Харитонова пишет, девочки, пришёл отличный парень, приходите. Саша Гозиас в одном из эфиров сдала себя с потрохами. Она проговорилась, что для оплаты нового телефона ей нужно всего лишь пару раз выехать за периметр в клуб. Эта фраза спровоцировала волну грязных слухов о специфических заработках Саши. Скорее всего, она, как и многие другие, причастна к экскорту. От фанатов досталась и Косте Иванову. Многие не понимают, как мужчина может позволять своей девушке так вести себя. А ещё Саша и Костя приобрели себе щенка. Подписчики Кости активно подключились к выбору клички для него. В итоге собачку назвали Рой. Носки только в пасть ему не засовывай, пишет ему в комментариях. Дима Дмитренко сделал для Оли Рапунцель подарок. Рапунцель пишет. Сегодня Димочка подарил мне браслетик. Причём не просто подарил, а сам захотел и подарил. Я меняюсь, ничего не прошу. А браслетик красивый. Белое золото, жёлтое золото, бриллианты и рубины. Илья Ябаров сделал предложение руки и сердца Кати Кауфман. Я женюсь, пишет Ябаров. Катя мне ответила «да». Сейчас она отправилась на выходные, чтобы собрать необходимые документы и подать на развод. Жду её с хорошими новостями, после чего мы едем в ЗАГС и будем строить отношения уже в праке. Настя Волынец и Богдан Бобрик хотят приехать жить в Москву. Настя всерьёз задумывается о возвращении на проект. Мы сейчас в Твери с моей малышкой, у нас всё хорошо, пишет Волынец. Богдан уже ищет работу в Москве, его пригласили на несколько собеседований. У меня есть желание вернуться на проект, но пока оно неоднозначное. Посмотрим. Фанаты уверены, что Ольга Бузова беременна. Они в каждой мелочи видят подтверждение этому факту. Например, на одной из свежих фотографий подруга Ольги положила ей руку на живот, как обычно делают с беременными. Также фанаты Бузовой убеждены, что её недавнее недомогание связано именно с этим. А Элина Камерен решила показать своим фанатам, что недавний скандал с попавшими в сеть эротическими видео не мешает её личной жизни. Она показала своего возлюбленного. Многие фанаты сказали, что её новый мужчина страшный. О маленькой Александре, дочери Саши и Элине исполнился один год и десять месяцев. И в этом месяце Задойнов не забыл поздравить дочку. Мужчина Стеллы Муна срадует её подарками. Девушка пишет в своём микроблоге. Ну как же приятно, когда мужчина понимает, что для счастья женщина много не нужно. Мерседес и зайка. Мужчины, не скупитесь на приятные мелочи. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.